Главными средствами развлечения на сегодняшний день являются компьютеры, смартфоны и другие блага цивилизации. Мы хотим рассказать вам о доступных способах поднять себе настроение, которые заставят вас забыть о жизни онлайн. В Финляндии ежегодно проводится чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре. Попробуйте свои силы, если не в чемпионате, то хотя бы дома, чтобы улучшить себе настроение. Существует несколько критериев оценки выступления на чемпионате, попробуйте их учесть. Во-первых, циническое мастерство, как вы используете место на сцене, как двигаетесь под музыку. Во-вторых, техничность, насколько ваше исполнение похоже на реальную игру на гитаре. В-третьих, судьи оценивают воздушность, самый субъективный критерий, что-то вроде харизмы. Если чемпионат по игре на воображаемой гитаре не для вас, не расстраивайтесь. В Финляндии каждый год проводят множество странных конкурсов. Попробуйте себя в чемпионате по сиденью на муравейнике, гонках с женой на плечах или метании старейшей модели телефона Nokia в цель. Если своего увлечения вы хотите извлечь пользу, то займитесь своей речью. Ведущий одного из британских телеканалов Лиэм Даттон, рассказывая в прямом эфире о необычной теплой погоде в одном из валийских деревень, произнес ее название с первого раза и без ошибок. Хотя казалось, что это никому не под силу. Хорошее произношение, как езда на велосипеде. Научившись однажды, вы вряд ли утратите навык. Но и практика важна не меньше. Речь по своим свойствам очень похожа на музыку. Как музыкант может в уме услышать мелодию, собирая точки на нотном стане в целые фразы, так и длинное слово можно сложить из нескольких звучных фрагментов, составленных вместе. С речью проблем нет, а развлечь себя чем-то хочется. Прочтите исследование. Влияние негативных результатов на принятие иррациональных решений в игре «Камень, ножницы, бумага». Поверьте, после прочтения вам откроются истины, благодаря которым вы всегда будете побеждать в вышеупомянутой игре. Например, согласно исследованию, в первом раунде большинство игроков бессознательно выбирают «Камень». Дело даже не в том, что он ассоциируется с надежностью. Просто мы начинаем игру с этого жеста, когда трясем кулаком. Поэтому в первом коне лучше выкидывать бумагу. Если вас абсолютно ничего не интересует, не переживайте, и для вас найдется развлечение. Примите участие в чемпионате по безделью, который создан специально для людей с диагнозом «эмоциональное выгорание». Сконцентрироваться на ничего не делании с непривычки трудно. Нужно постоянно тренироваться. Организаторы чемпионата советуют начинать с 10-15 минут безделья в день, а затем постепенно увеличивать время. Возможно, поначалу вам даже понадобится будильник, чтобы не проверять оставшееся время каждую секунду. Победителем конкурса становится тот, кто продержится бездельничая 90 минут. До финала доходят далеко не все. Многие не могут расслабиться больше, чем на час. Сложнее всего перестать постоянно проверять смартфон. Если вы лишаете себя развлечений, ваша эффективность и результативность в течение дня значительно понижаются. Вместо того, чтобы измывать себя работой, посвятите время развлечениям. И вы вернетесь на службу со свежими силами и новыми взглядами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова